Всем привет, вы на канале CryptoCommons и сегодня мы поговорим много о чем, в основном про криптовалюты, конечно. Также разыграем немножечко крипты. Для участия в конкурсе просто поставьте лайк, подпишитесь на канал, на телегу и напишите любой комментарий под этим видео. Ну, желательно хороший, конечно. Ну и разбор монет у нас будет основной ближе к концу, но перед этим будут всякие очень важные новости по поводу канала, по поводу стилей торговли, по поводу банов, всяких русскомнадзоров и прочей херни. Короче, посмотрите, ведет целиком, я думаю, вам оно понравится и зайдет. Итак, ну смотрите, тут такая штука банально возникает, как конфликт таймфреймов или конфликт позиций, потому что многие топят за шорт, многие за лонг. И тема-то в чем? Я только что сделал обзор по новой фишке Femix, Bracket Orders, посмотрите его, кстати, он сейчас появится у вас сверху. И можно говорить о чем? Что кто-то говорит шорт, да, но он-то может быть висит здесь вот отсюда и вот сюда, а кто-то говорит лонг, и он может висит отсюда или даже отсюда и вот туда. И оба на самом деле правы. Просто вопрос, какими таймфреймами смотреть. Вот на четырех часах Litecoin, допустим, сейчас явно лонг, и, собственно, я в нем и нахожусь. Но если мы посмотрим пятиминутки, скажем, то тут уже непонятно. И, возможно, что и шорт, если это скальпить. Понимаете? Поэтому вот об этом будет следующее видео, о типах трейдинга, долгосрочный, среднесрочный скальпинг. И тут как бы все правы на самом деле по-своему. И надо просто самому для себя понимать. Потому что все зависит от размера плеча, в котором вы вошли. От того, есть у вас стоп-лосс или нет. Потому что если вы торгуете без плеча, вам, в принципе, стоп-лосс-то и не нужен, к большому счету. А если вы торгуете с плечом, то, конечно же, он вам нужен. Но вас тогда будет выбивать по стопу. Поэтому тут надо понимать и смотреть. Ну, давайте взглянем на четырехчасовик. На четырехчасовике мы выглядим хорошо. Мы пробились из этого треугольника. Смотрим куда-то наверх. Альты все зеленые. У меня сегодня тоже плюсовой день по альтам. Вроде как отыгрывают эти «медвежьи новости» в кавычках. Еще хочу вас всех поблагодарить. Потому что статистика канала растет. Новые подписчики появляются. Просмотры растут. Вот. В Телеграме уже это сказал. Очень вам всем благодарен. Ребята, спасибо большое, что лайкайте, комментируйте. И пользуетесь партнерскими ссылками. Еще что хочу сказать. Вот вчера писал. Открывается у вас сайт Bit.ly или нет? Укорачиватель ссылок Bit.ly. Короче, фишка в том, что он не открывался вчера. Вчера Роскомнадзор блокировал этот сайт. И вчера была вот такая тема. Упс. Не работал этот сайт. Я просто знаю, что многие пользуются этим укорачивателем ссылок. И просто имейте в виду, сейчас он снова уже работает, как я понял. Вот я зашел на него. Но вчера мы перебили все ссылки на Bit.du. Тоже сервис, который укорачивает ссылки. Я к чему это веду? Что мы все знаем, как работает наш доблестный Роскомнадзор и все эти организации. В любой момент могут все забанить и заблочить. Поэтому просто держите это в голове. И опять же, возвращаясь, кто новенький на канале, может быть, не знают. Наш канал начался примерно три года назад с видеообзора по бирже Bit.mix. Это было одно из самых популярных видео на канале. Вот я делал пост. Оно набирало 50 тысяч просмотров, полторы тысячи лайков. Запощено было в феврале 2018. Но после этого YouTube его удалил. И хорошо, что удалил только это видео и влепил страйк. Кто его хочет посмотреть, кстати, оно есть на бэкап-странице Кост.ТВ. Внизу в описании видео все ссылки на CryptoCommons. Там есть Кост.ТВ. Это бэкап-канал. Знаете, наверное, монета такая, Contentos. Она на Binance торгуется. В общем, это альтернатива YouTube, децентрализованный видеохостинг. И здесь вот есть наш канал. Здесь все видео, их никто не забанит. Никуда они не денутся. Вот, наконец-то, мечтал посмотреть это видео еще раз. Спасибо, сильнейший. В общем, да, кто вдруг хочет заценить, оно здесь. Ну и наш бэкап-канал CryptoCommons тоже здесь. Вот, посмотрите, интересный сервис. Также YouTube недавно удалил вообще отличное видео. Вот, у нас был видеоурок по свечкам Хайка Наши. Как распознать тренд. Это я переводил видос с канала Secret Mindset. Многие, наверное, его успели посмотреть. Тоже его удалили, но это по просьбе правообладателя. Я им написал, но они пока мне ничего не ответили, правообладатели. В общем, опять же, ведрунувшись к этой теме. Поэтому, кто хочет заценить этот видеоурок, он есть на Contentos TV, опять же. Это, на самом деле, очень сильный видеоурок по очень сильному индикатору свечи Хайка Наши. И вот он здесь, первый на этом канале. Обязательно всем рекомендую пройти по ссылке и заценить этот видеоурок, поскольку на YouTube вы больше его уже не увидите в русском переводе. Ну, в общем, вот такая тема с этими банами. И я к чему все это? К тому, что в любой момент могут все заблочить, забанить. Поэтому есть еще один канал CryptoCommons. Это английский канал. Вот он. Смотрите, когда вводите CryptoCommons, вот попадаете на CryptoCommons.ru, на котором уже 1600 подписчиков. Спасибо вам, ребята. А есть еще вот канал CryptoCommons, на котором всего 30 подписчиков. Это, будем считать так, бэкап-канал. Ссылку оставлю в описании повыше. Обязательно на него подпишитесь, потому что в случае чего с моим основным каналом, его могут забанить в любой момент, вы же знаете, за любую фигню. Я начну на русском выкладывать сразу сюда. Но пока здесь есть несколько видосов на английском, кто понимает, тоже можете их посмотреть, но они, в принципе, все есть на русском. Еще что хочется сказать, что, ну вот я делал пост, что если не брать во внимание мартовский коронадамп, то наблюдается интересное параболическое закругление у нас. И сейчас мы по нему и идем. Вот, по модели Stock to Flow у нас сейчас прогнозируется рост после халвинга. И обратите внимание, у нас вот сейчас только должны начаться оранжевые и желтые точки. Посмотрите раньше, что они делали с ценой. Вот, когда синие точки превращались в красные и в оранжевые, цена начинала улетать в космос. Так же было и здесь тоже. И вот сейчас у нас красные точки заканчиваются, как вы видите. Впереди нас ждут оранжевые, желтые и зеленые. Так что, в целом, вот, мы все идем отлично по модели. И я не думаю, что мы куда-то с нее будем сворачивать особо. Так что, да. Вот, еще насчет ходу. Что могу заметить, делал вчера пост в телеге, кто видел. Нашел свои старые заявки из обменника за 2017 и 2016 год. Обратите внимание на цифры. 21,5 тысячи рублей 0,45 BTC. 9,600 рублей 13 эфиров. Ну и кто после этого скажет мне, что мы в медвежьем рынке? Делайте выводы сами. Ходл побеждает. Вот. Ну и также могу еще сказать, что вчера помогли каналу Крипталик. Очень годный канал, кстати, кто не в курсе. Обязательно подпишитесь, ссылку оставлю в комментарии. В общем, делали перевод для его последнего видео, которое вот набрало уже 2,5 тысячи просмотров. Обязательно на него взгляните. Очень классный канал. И мы там в середине перевели интервью Рауле Паале. Хочу выразить большой респект, потому что он сделал нам рекламу у себя перед этим интервью. И, собственно, к нам уже прибежало человек 100 новых. Мне кажется, это от него. Поэтому привет вам всем, ребята. Респект, что подписались. Следите за каналом. У нас тоже много интересных новостей. Ну и обязательно взгляните этот видос. Интересное интервью. Очень хороший контент. Ссылку оставлю в описании. И сейчас она появится у вас сверху. Вот. Это что касается новостей по каналу. Ну а так, смотрите. Ну вроде все выглядит лангово сейчас. Вроде как мы идем сейчас куда-то на 12К. Дай бог. Будем смотреть. И альты наконец-то к битку разворачиваются. Я, как уже говорил в предыдущих видосах, Даш я набирал, набирал. Вот он вроде полетел. Но надеюсь, что это не фейк-аут очередной. Как вот этот и вот этот. Даже как вот этот. Потому что в целом-то я его жду куда-то туда. Вот куда экран не помещается. И выше даже. Как и манера, собственно. Вы же видели наверняка, что с манера происходит. Манера к битку вот уже наконец-то начал разворачиваться. Но я показывал в прошлом видео. Кто не видел, посмотрите. Сейчас оно тоже появится сверху, если карточек хватит на все. Вот. Так что да. Даш к битку, лайткоин к битку. Я лично лангую. Напишите в комментариях, что делаете вы. Лангуете и шортите. Какое у вас плечо, какие таймфреймы. Потому что я не удивлюсь, если кто-то на 5 минутках шортит или на 15 минутках. Не вопрос. Но если кто-то глобально шортит и ждет следующее дно, то ну как минимум пользуйтесь стоп-лоссами. Потому что 3 года медвежьего рынка явно подходят к концу. Это еще в прошлом году было понятно. Другой вопрос, что сейчас будет с фондовыми рынками, конечно. Потому что посмотрел Олесю, он говорит сейчас абсолютно 50-50 в плане, куда пойдут рынки. И если фонда пойдет вниз, то она утащит за собой крипту, возможно, в краткосроке. Но в долгосроке он настроен по быче. И я с ним согласен. На крипту, в смысле. Так что вот такие вот дела, ребята. Такой, наверное, коротенький обзор. Ну вот еще у нас из новостей. Сегодня неизвестный переместил 1000 биткоинов, изжавших без движения 10 лет. Сатоши, походу, решил окешиться. Вот. И ну круто. Может, он их переместил-то на самом деле, чтобы лонг взять с плечом. Будем надеяться. Или даже лучше, чтобы он зашортил. И тогда точно стена наверх пойдет, правильно? Напишите в комментах, что вы об этом думаете тоже. Ну и последнее, что хочу сказать. Вернувшись к Femix, обязательно посмотрите этот урок по бракет-ордерам на канале. Полезная фича. И также я зарегистрировался как капитан команды на Femix. Вот здесь в телеграме ссылка. И под видео она будет. Призовой фонд до сотни битков. Регистрация трейдеров до 23 октября. Состязание с 24 октября по 7 ноября. На счету требуется всего 2 миллиона сатоши. Так что я думаю, многие могут себе это позволить. Переходите по ссылке. Вот наша команда CryptoCommons. Вступайте в нее и попытайтесь счастья. Призовой фонд уже 5 битков. Еще 12 дней до конца регистрации. Призовой фонд, я думаю, увеличится скоро очень хорошо, когда больше участников будет. Так что вот так. Жду вас на состязании на Femix. Делаю большое годное видео по поводу трейдинга. По поводу риск-менеджмента, стиля трейдинга, стопов и так далее. Вот, видите, на 5 минутках сейчас раз начинается типа шортик. То есть может быть сейчас и вот так, и вот так. И для этого как раз используйте брекет-радера. Вот они вот здесь. Посмотрите обязательно видос. Так, ну я уже повторяюсь. Guys, еще раз большой-большой вам респектище за то, что подписываетесь на канал, ставите лайки, подписываетесь в телегу. Очень-очень это ценю. И стараюсь для вас делать годный контент. Ну ладно, быстренько пробежечка тогда по всем монетам. По битку. Давайте взглянем макро-картину. Хотя бы дневки. Вот, есть у нас это параболическое закругление, о котором говорил. Я бы пока не шортил. На самом деле. Очень похоже, что мы идем выбивать вот этот вот хай. 14 тысяч. И когда мы его выбьем, вот оттуда, возможно, мы вернемся и куда-то сюда. На 12 тысяч или на 13. Протестируем как поддержку. Это будет очень бычий расклад. Если мы сделаем вот так вот, то это будет очень бычий расклад. И здесь надо будет покупать, даже если мы сделаем вот так вот потом. Но в целом все может быть, все может быть. И вот так может быть. Поэтому пользуйтесь риск-менеджментом. Ставьте стопы. Не знаю, что тут еще сказать по монетам. Честно говоря. Ну вот Litecoin лонг явно. Dash лонг, как я уже сказал. Ripple, скорее всего, тоже лонг. Bitcash лонг. Альты просто к битку вот начинают разворачиваться. Наконец-то. А вот с Wi-Fi, с Uniswap я бы не торопился. Даже с Chainlink, потому что они больно уж перекупленные за последнее время. Вот по линку я как говорил прогноз, так он и не меняется в прошлом видео. Что мы сейчас сходим выше, но в целом можем и ниже потом упасть. Даже ниже 7. Потому что, ну блин, ну это нездоровое ралли было. Посмотрите на это. Как бы вот сюда вернуться вообще, как пить дать. На 4-5 баксов. А то и на 3. Поэтому с DeFi я бы пока не торопился. Ну и плюс наблюдаем за рынками, которые сейчас закрыты, поскольку воскресенье. Куда они откроются в понедельник? У нас ведь еще и гэпчик появился, насколько вы знаете. Сейчас рисуется гэпчик, потому что на CME торги закрылись по 11.100. Так что, что тут скажешь? Ладно, мне уже звонят. Ребята, вот такой сегодня небольшой обзор. Все сказал, что хотел. Проверьте все ссылки. Подпишитесь на Крипталика. На бэкап-канал Криптокомманс обязательно. Посмотрите про Femix. И вступайте в команду. И еще не забывайте отвлекаться от трейдинга и заниматься чем-то другим. Я вот, например, занимаюсь еще музыкой. Кто хочет подписаться на мой музыкальный канал, дам его внизу в описании. И завтра у нас выходит новый клип, который, правда, снимался 4 года назад. Еще до этого предыдущего булрана, когда биток стоил где-то по 500 баксов. Так что завтра в чате напишу, когда будет премьера, зацените. А пока вот вам еще один маленький кусочек тизера. И до новых встреч. Всем профитных сделок. Увидимся в следующих видео. На связи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok